Молодые специалисты не горят желанием работать в сельской местности, поэтому там дефицит кадров. Примерно 30% врачей не хватает, это 200 специалистов. Остро стоит вопрос с участковыми педиатрами, терапевтами и узкими специалистами. Чтобы простимулировать желание работать в первичном звене, в правительстве региона выработали меры поддержки и поощрения. Молодые медики до 35 лет получат подъемные при трудоустройстве в сельской местности или городах с численностью меньше 50 тысяч человек. Сумма в 100 тысяч рублей выплачивается единовременно и однократно. Также молодым врачам предлагается мера стимулирования в виде оплаты первоначального взноса по ипотеке. За это в сельской больнице придется отработать 5 лет. Инициативу поддержать молодых специалистов выдвинул губернатор региона, а шестикурсники медвуза на встрече со Станиславом Воскресенским отметили, что именно такие виды помощи были бы им кстати. Суть этих денег, ну смысловая, да, как мы ее видим, как видят это сами ребята, заключается в том, чтобы помочь врачу обосноваться на новом месте. То есть снять жилье, возможно, или там, значит, купить его в ипотеку, сделать там какой-то ремонт, ну и так далее. То есть то, что нужно любому человеку, который переезжает на новое место жительства и на новое место работы. Задача Департамента здравоохранения, отметил Артур Фокин, сделать так, чтобы на каждом участке обязательно был врач, терапевт или педиатр. При полном укомплектовании кадров можно будет больше времени уделять профилактике болезней.